Ты будешь переключать ракурсы? Нет, у меня нет такой возможности. У меня была такая машинка охренительная. Может быть, если бы я не был таким идиотом, и те деньги, которые я зарабатывал, снимаясь в кино, миллионы, миллионы, десятки миллионов, а бывало и в месяц. Если бы я пустил это все на вот какую-то хорошую аппаратуру, сейчас бы мы... Ну, придет время и ничего. Все нормально будет. Пока мы упражняемся, пока мы создаем эти эскизы из того, что есть. Есть у меня вот неплохая камера. Покет. Рога классные, да? Вообще, картинка для меня это очень важный момент. Картинка очень важный момент. Я вообще воспитан в художественной семье, воспитан на картинах различных, начиная художников всякой там готики, заканчивая возрождением, ну и более современными художниками, конечно же. Вот. Буддизм проникал в меня не через само понятие буддизм, а скорее через чисто художественный месседж, который я преследовал в поисках того, что мне в искусстве нравится. Это всегда что-то сакральное, что-то неведомое, необъяснимое, таинственное, загадочное. Я все время тянулся туда, к какому-то абсурду. Какое-то... Я видел в абсурде правду. Я видел, что вот абсурд, он более правдив, чем то, что за правду нам выдают. И так и есть. Если присмотреться к этой реальности, она абсурд выдает за здравый смысл. И это дико смешно. Поэтому мы так любим фильмы безумные, типа Реки Морти. Вот. И тому подобные мультики. Дико безумные. Причем только в мультиках можно такое воспроизвести безумие. В кино это слишком много денег. В мультиках денег много не надо, поэтому там можно развернуться по полной. Вот такой хрени. Навалить всякой хрени, типа Реки Морти. Вот. Мне нравилась такая музыка запредельная, загробная. Все время хотелось узнать, что там за границей реальности. Поэтому сновидения меня очень привлекали. Всякие сюрреалисты, дадаисты. И так или иначе они все были связаны с этим мистицизмом, с оккультизмом, с чем-то вот таким, ну типа вот то, что Горджиев, там Блавацкая. Я этого всего не понимал. Мне какая-то философия нравилась и так далее. Я что-то чем-то увлекался. Но в этом ничего не понимал. Поэтому последняя книжка философская, на которой я остановился и сделал ее своим манифестом. Это была книга Гейдара Джималя «Ориентация север». Я ничего там не понимал, но читать ее было удивительно прикольно. Потому что это чтение для ощущения. Чтение не для понимания того, что там происходит, а вот именно ощущение. Она вроде как поэзия, знаете, сюрреалистическая, которая непонятная. Но в то же время я в этой книге слышал что-то до более знакомое, до более мне понятное. Особенно меня поразила фраза «Скажи да изначальному ужасу бытия». «Сказать да изначальному ужасу бытия». Сейчас это вырвано из контекста, но вообще она написана по принципу, по стилистике Корана. Так разбита там, такими абзацами, пронумерована точно так же. И вот там такая вот мясорубка снос башни, снос башки. Читая ее, она тебе разжевывает какие-то понятия, какие-то определения. Ты ничего не понимаешь, но она как вещество в тебя проникает и действительно дает вот это ощущение, дает возможность понимания без логической связи, без вот этой логической цепочки, суть которой на самом деле иллюзия, нет никакой логики. Это все ощущение логики. А там это ощущение, как вещество проникает в тебя в чистом виде. И читая Гейдар и Джамаль ориентации «Север», ты как будто попадаешь в трип. Ну даже не в трип, это как будто тебя, ну эта книга разрушает, она разрушает тебя. Она тебе безжалостно с тобой расправляется, не оставляет, не дает возможности в тебе оставить что-то, что впоследствии не прорастет вот этим пробуждением. Потому что это настоящее вещество. И поэтому будьте аккуратны, читая эту книгу, если вы хотите серьезно погрузиться, вы ничего не поймете, но вещество в вас проникнет, как чужой, как инопланетянин проберется у вас и будет там формироваться в виде вот этого зародыша и потом вырвется из вас, выпрыгнет. Будет очень больно и очень страшно. Но при этом в этом нет никаких проблем, ни в боли, ни в страхе. И вы это понимаете. Когда приходит к вам вот этот час-пик, вы вдруг раскрываете эту жизнь как дар, как милость Божью, в которой нет никаких проблем, ни в одном аспекте этой жизни нет проблемы. Все проблемы – это иллюзия. И вот это вот прям чудесный инсайд. Инсайды тоже. Проникновение внутрь и понимание. Понимание того, что не понимается умом, а понимание как ощущение. Настоящее подлинное ощущение. Ибо только оно подлинно. Ни жизнь, вот то, что мы называем жизнью, это все иллюзия. Жизнь – это иллюзия. Но подлинное – это то, что неизменно. То, что не меняется. А жизнь, она меняется. Жизнь всегда, она вот как метаморфоза. Лето, зима, осень, весна. Родился, умер. Это тут дерево завяло, дороги замело, стул сгнил. Все меняется. Эпоха, время, люди, страны, названия. Все смешивается. Все они стоят на месте. Но есть нечто, что это… Потому что это иллюзия. Это не настоящее. Настоящее – это вот и неизменно. Неизменно. И вот оно есть. И вот с ним происходит встреча. С этим неизменным. Можно сказать, что неизменно все, что меняется. Лишь вечная изменчивость, вечная смена всего и постоянство в изменении, так скажем. Постоянство в изменении. Но тем не менее, есть то, что умом не понять. Есть то, что умом не описать. И с ним происходит встреча. Там все замолкает. И ум, и… Вот. Ты это вспоминаешь, и уже об этом не забываешь. Ты это перестаешь интерпретировать. Ну, во всяком случае, можно сказать, сеять зерна. Потому что можно сказать, что я рассказываю, интерпретирую, но в действительности я знаю, что это. Это то, что и со мной произошло. Точно такое же зерно попало в меня однажды в виде книги или там еще что-то. И оно проросло. В какой-то момент оно стало движком моей жизни. Стало вот этим навигатором, который меня привел к вот часу икс. Час икс. Встреча с неведомым. Все, это происходит. Происходит, и дальше ты становишься этим сеятелем. Ты сеешь эти зерна. И каждый из вас тоже однажды встретится с этим неведомым. У каждого из вас будет свой индивидуальный час икс. Как к нему вы придете, не знает никто. Это будет знать только вы. Только ты сам будешь об этом знать. Но лишь в момент, когда оно произойдет. до этого информация закрыта. Она, вот как эта информация сформируется, как это произойдет, она станет твоим осознаванием. То есть у тебя будет возможность ее осознать. Поэтому меня влекло именно вот к такому, к таким буддистским истокам. в 95-м году я познакомился с Алексеем Тегиным, который увлекался в этот момент. Полностью был погружен всей душой в традиции бон-по. Кстати, истоки которого, и в истоках которого и зародилась адвайта. Именно в этом мировоззрении бон-по, или там шиваизм кашмирский, но в принципе это вот одна одна среда учения дзюгчен, которое не требует того, чтобы чего-то там учить, чего-то там изучать. Это некий подвиг внутренний, который ты совершаешь, погружаясь вот в эту тьму неведомого и зажигаешь там свет. Свой свет, с собой. Ты и есть свет. С Алексеем Тегиным мы очень честно сотрудничали. Он играл бон-по. Причем это был его бон-по. Я как-то как-нибудь его приглашу сюда. Они поиграют и мы сделаем это музыкальным сопровождением. Также, может быть, мы с ним сидим, побеседуем для вас. Вот это мастер, вот это настоящий мастер, который никогда меня ничему не учил, который являлся вот этой матрицей примером того, как, что вот мне надо понять. Я никогда не задавал ему вопросов и не... Мы просто рассуждали, он просто вот, ну, открывает рот иногда и начинает говорить дичь такую, что разное бывает. бывает и социум как-то поругает и еще что-то, но в действительности это такой, это какой-то поток безумства, причем очень здравомыслящего, с хорошим юмором, светлым очень умом. Это человек, который вдохновил не только меня вот к этому постоянному удержанию или обнаружению в себе вот этого внутреннего подвига. как он должен был проявиться этот подвиг, никто не знает. Ни он, ни я, никто. Ну, что-то вот я вот прям чувствую эту связь. Нет такого, знаешь, что я к нему прихожу и говорю, учитель там или еще что-то, мастер, скажи, а как это? Никогда за всю жизнь я не задумываю ни одного вопроса. Это только технически связанное с музыкой, как там подключить пьезодатчик и еще что-то. А вот такое жизневое мировоззрение мы только делились своими впечатлениями. И это было всегда вот да, принимаемо. Какие бы идеи от нас не исходили, мы всегда друг другу принимали, не понимая вообще даже о чем речь идет. Но вот сам факт, вот сам момент этого принятия имеет смысл. Сам факт вот этого понимания непонимаемого принятия того, что и не нуждается в принятии. И вот у нас это как-то вот получалось. Я в какой-то даже момент поиграл в его коллективе Бонпо, учил все эти мантры, сидел там тоже, пел на тибетском. Но мы никогда не углублялись и никогда себя не заставляли что-то там читать по буддизму, по дзокчену и так далее. Нет книжек по дзокчену. Это всегда индивидуальный путь ищущего, искателя, мастера. Это всегда его индивидуальное какое-то состояние его жизни. И вот такой мастер мог что-то там описать или за ним записать. Его гонят, у него как у Игоря Раджимали, он тоже же не записывал ориентацию Семьера. Он просто сидел и гнал. За ним записывали. И также вот эти вот все, что вы знаете про дзокчен, это тоже записывали за мастерами. Они ничего, никаких книжек не издавали. И нет, поэтому они бесполезные. Дзокчен надо вспомнить, что это, надо понять, вот надо, это вот прямо, он попадет в вас как зерно. Даже вот многие вещи, о которых я рассказываю, вы можете не понимать, не понимать и не нужно. Но просто вот вы чувствуете, что что-то я такое говорю важное. Что-то, что помогает вам вспомнить не что-то, какую-то историю или какой-то вот умозрительный такой момент, а что-то вспомнить на уровне ощущения. Такое это и страшно может быть, это и странно или неприятно даже. Но оно вот, я это рассказываю, оно происходит. Вот это и есть учение. Оно в вас. Это вы вспоминаете это учение. Вот этот дзокчен вы вспоминаете, он внутри вас. И это то, что нельзя записать. это то, что становится вашим опытом переживания. И вы вдруг начинаете вот наблюдать этот внутренний подвиг, который в вас созревает, как в мастере. Мастер, ну вы мастером, являетесь только для себя самого. Потому что кроме вас-то никого нет. Никого нет, кроме тебя, дружок. на ютубе будет когда я все это смонтирую, выложу на бусте, оно там побудет месяц, потом на ютубе. Ну, ребятки, я нигде не работаю, в кино я больше не снимаюсь, нет больше актера Владимира Епифанцева. Нет, есть, если будет хорошая роль. Но на бусте, мне, выкладывая на бусте, это помогает мне иметь какие-то деньги на жизнь, так что не обессудьте. Но оно там не навечно, через месяц это будет все в свободном доступе в ютубе. Если у вас нет лишних 200 рублей, потерпите месяцок и в ютубе это окажется. Владимир, примерно, я причем, вот за что беру деньги? Вот за это, за эту красоту, вот за эту организацию, за этот звук, который я вешаю, все это монтирую, все это делаю красиво, чтобы в вас проникла музыка, которую я, которой я оформляю свое видео. это всегда уникальные произведения. Например, в прошлый раз звучала музыка Евгения Вороновского, проект «Сосфенитум», совершенно замечательными какими-то историями, пьесами. В этот раз я хочу попробовать, это будет или Святослав Пономарев, или такая, интересное явление как «Старуха-мха». Было такое в начале двухтысячных, «Старуха-мха», он же Дерголем, он же, он же забыл, как клеветив называется, но там замечательная совершенно музыка уносящая. Поэтому буду вас знакомить с разными вот такими андеграундными явлениями, шумовой музыки. Это вот это как бы просвещение такого плана. В этом плане это все-таки такое, да, просвещение, за которое, собственно, вы платите 200 рублей. А вот это вот мое бла-бла-бла, оно для меня, оно помогает мне посмотреть в себя, посмотреть в свои ощущения, как вот выпрыгивает мой ум, пытается все время выпрыгнуть куда-то, пытается все время вперед вылезти и пробежаться, показать всем себя. Вот это, и благодаря вот этому потоку, вот этому болтовне, болтологии, я его немножко гашу, задавливаю и вот смотрю на это, как он, ему не нравится, потому что ему нравится все время говорить что-то, что он заготовил, что он задумал, что он кажется, что он может презентовать как некое достоинство своего ума, себя как ума, вот, чтобы вот этой показушностью все время заниматься и говорить что-то все время, что уже типа, типа, является таким, ну, уже проверенным таким, оно не работает, и ум всегда обсирается, когда он идет с какой-то заготовкой куда-то и пытается что-то, кого-то удивить, чем-то, это никому не интересно, оказывается, и вот каждый раз ум, не замечали, вот, например, когда вы начинаете водить машину и вот-вот научились водить машину, сели за руль, почему каждый, кто садится за руль в первые дни обязательно попадает в аварию, ну, может быть, там, не совсем в первые, но в первый месяц точно, а потому, что ум еще не знает того, что здесь ему не место, вот, во время вождения автомобиля ума вообще не должно быть, вы не должны думать, как вести машину, вы не должны никому это показывать, как вы ведете машину, и вы не должны доказывать через вождение машины какие-то вещи, например, что я быстрее, я лучше, я важнее, мне надо, я опаздываю, все, как только вы даете уму возможность себя вот здесь проявить, происходит авария, и это неизбежно, это вот прям закон, она произойдет раз, два, три, если на третий раз вы вот этот ум свой не отодвинете, и не начнете тупо находиться в потоке, вот в том самом пошлом, да, избитом уже слове, но другим его не назовешь, это поток, вот вы должны быть вождением, вы едете, и вот все, как только вы начинаете вести машину, маневрировать, вы попадаете в группу риска, если вы, конечно, там, феноменальный водитель, прошли экстремальное вождение, вам повезет больше, но в какой-то день вы все равно въебетесь, вот таких людей я знаю, знал, они погибли, это были и каскадеры, и мастера экстремального вождения, все те, кто не отключался на дороге, не отключал ум, и не становился просто тупо в потоке вождения, без всяких перестроек, без всяких вот этих вот проныриваний, соревнований с кем-то, доказыванием чего-то, все они без аварий живут, никаких аварий с ними не происходит, никогда, как только вывод с головой, обязательно, как бы вы не водили машину, вы попадете однажды чего-то зацепите, в лучшем случае это будет царапина, в худшем это закончится смертью, но для жизни все равно, умрете вы или нет, но у вас все равно нет, вы и есть жизнь, вы и есть жизнь, а жизнь это внимание, ваше внимание, так, так,